Девушки отдыхают Девушки отдыхают На территории Нижегородского Кремля в Манеже и будет проходить до ноября Выставка очень хорошо структурирована, она очень хорошо продумана Мы с вами уже посмотрели три передачи, из них одна была обводная Две уже были по Нижегородским святым и по храмам, вернее по посвящениям первых престолов Нижнего Новгорода И Наталья Игнатьевна, которая разрабатывала структуру выставки, третий раздел, и это наша четвертая передача, третий раздел выставки Посвятила тем иконам, которые почитались или прославлены были в Нижнем Новгороде Наталья Игнатьевна, рассказывайте Да, это третий раздел, посвященный чудотворным нижегородским иконам Ну, естественно, их было много, не столько чудотворных, сколько особо чтимых, местно чтимых Но были и те, которые прославились за пределами Нижегородского края И причем широко прославились Но история чудотворных и чтимых икон, она начинается здесь с XIV века Потому что к XIV веку относятся, с одной стороны, предания о принесении в Спасо-Преображенский собор образ Спаса-Нерукотворного И документальные свидетельства, летописные о том, что Дионисий Суздальский, будучи в Константинополе Прислал оттуда два уменьшенных списка с иконы Богоматери Адигитрия Один список пошел в Рождественский собор в Суздале, а второй в Спасо-Преображенский собор в Нижнем Новгороде Вот то, что касается Спаса-Нерукотворного, мы о нем еще поговорим Но начнем все-таки с несохранившейся Адигитрии Мы ее здесь не воссоздавали никак, потому что как она выглядела, трудно сказать Ведь иконы Богоматери Адигитрии отличаются разными деталями Но это иконографический тип называется так То есть не извод, а тип Нет, эти иконы повторяли на самом деле чудотворную икону из монастыря Адигон Иконы были приснаны из Константинополя Но, так сказать, тоже возможны разные детали Икона была маленького размера, чуть больше 20 сантиметров в высоту Она хранилась в резнице собора А потом для нее был сделан специальный киот в алтаре Поэтому она широкой публике была недоступна Но, тем не менее, она дала линию почитания образа Богоматери Адигитрии в Нижегородском крае И здесь довольно много прославившихся икон именно этого иконографического извода Причем даже и Седмиезерная Адигитрия здесь тоже была прославлена Но она была списком именно Седмиезерной Казанской Значит, что касается Спаса Нерукотворного То здесь мы имеем только легенду, не подкрепленную документально Икона, которая находилась в Спасо-Преображенском соборе Она была очень большая Но, собственно, она сохранилась только в очень переписанном виде Она сейчас хранится в Староярмарочном соборе Большая икона с преобладанием горизонтали над вертикалью То есть она широкая такая, шире себя, чем высота И там два ангела поддерживают плату Ну, понятно, что эта иконография появилась у нас не раньше XVI века Именно с двумя ангелами Поэтому та икона никак быть древней не могла Но если все-таки считать, что князь Константин Васильевич подарил такую икону Спасо-Преображенский собор, то она должна была выглядеть вот так Как этот образ Он рубежа XV-XVI века, тоже среднерусский То есть именно так могла выглядеть здешняя икона Спаса Нерукотворного Образ очень почитался, с него был список в особой часовне Но, кстати, там, по-моему, ангелов и не было Хотя икона тоже не сохранилась Но, судя по описаниям, там не должно было быть ангелов Она находилась в часовне, которая принадлежала Спасо-Преображенскому собору кремлевскому Но на нижнем посаде города Так что это две иконы, с которыми связывается начало почитания чудоторных икон В Нижегородском крае, в самом Нижнем Новгороде Это Спас Нерукотворный и Богоматери Адегитрия А вот уже начиная с XVII века мы прослеживаем очень интересные истории Именно нижегородских икон И первой среди них можно назвать, конечно, икону Богоматери Страстной Полецкой Ну, Богоматерь Страстная – это иконографический извод, который родился на Крите Был разработан И эта иконография стала очень популярной в Европе Благодаря приходу списка такого, привезенного с Крита Ну, она попала в Рим И там она почитается как под названием «Неусыпная помощница» И это дало распространение такому иконографическому типу Не только на востоке христианского мира, но и на Западе То есть с нее там тоже делали гравюры В общем, она как-то была известна И сейчас очень много ее повторений Даже современных, там, скажем, в Италии в любом храме можно увидеть Ну, Страстная икона Значит, изображение ее, чем характеризуется на руках у Богоматери Младенец Который держит ее за палец правой руки, сидит на левой руке И он оборачивается назад, глядя на ангела С двух сторон подлетает ангел, который держит в руках орудие страстей Собственно говоря, некая такая аллюзия на будущие Страстные муки Христа Ну и, в принципе, ангелы с орудиями страстей могут изображаться и в любом изводе Богоматери с младенцем Мы там знаем XIII века иконы из Калязина Которая иконографически Владимирская Но у нее изображены два ангела со страстями Поэтому ее часто тоже называют Страстной Но вот классический вариант Страстной Это вот то, что связано с Критом Эта икона прославилась в конце 40-х годов в селе Полец Которая принадлежала боярину Лыкову Он был родственником патриарха Филарета, стало быть, и царя Он был женат на сестре И, естественно, это событие было достаточно громким Настолько громким, там были от нее исцеления Что ее обрели, потом от нее пошли исцеления И, в общем, в итоге эту икону приносили в Москву Вот как раз там, где Страстной монастырь был основан Это было место встречи москвичей с иконой из села Полец Как выглядела икона из села Полец Была ли она такая, точно повторяющая греческие образцы Как вот этот список с той, которая осталась в Страстном монастыре Но она же была какое-то время А потом, как водится, ее отправили назад Многие святыни привозили с Москвы на время Были какое-то время, а потом их отправляли назад Там Никола, Великорецкий, много что Такая была судьба и здесь, у этой иконы Она побыла в Москве, с нее сделали список, он остался в Страстном монастыре Считается, что он сейчас находится в церкви в Сокольниках Но так ли это или не так, тут уже трудно сказать Потому что там она под записью, ничего толком сказать невозможно Но в Москве писали вот такие иконы Как вот эта вот замечательная работа мастера оружейной палаты Точно повторяющая критские образцы Почему я про это говорю, что она точно повторяет критские образцы? Потому что у младенца с ноги спадает сандалия И, ну, это делали специально в греческих иконах Чтобы прикладываться к этому месту И здесь у нее нету плата Просто мафор Точно как вот в греческих образцах А иконы, которые происходят из Поволжья Вот эта икона из нашего собрания Она Поволжская, по стилистике видно Откуда она происходит, непонятно Значит, здесь мы видим все то же самое Но формат немножко другой Сандалика нету И самая такая красивая деталь Это узорный плат, накинутый на голову Богоматери сверху мафория Эта деталь встречается в разных иконографиях Не только в страстной Но вот в страстной она достаточно часто повторяется Поэтому есть такое предположение Что, возможно, на полецкой иконе был плат И именно поэтому Поволжские иконы его повторяют А в Москве более склонялись к такому классическому критскому варианту Икона не сохранилась Поэтому судить об этом трудно Но я повторяю, что это была самая громко прославившаяся Нижегородская икона Которую приносили в Москву Это значит, что почитание вышло далеко за пределы Нижегородского края И такое уважение оказывалось далеко не всем иконам Ну и еще одна икона, которая прославилась чуть раньше В 30-х годах 17-го века Она здесь у нас представлена оригиналом Это богоматерь Владимирская Аранская Ее специально на проведение выставки привезли из Аранского монастыря Дело в том, что она находилась в собрании Нижегородского музея-заповедника Икона такая достаточно трудная Она больная и многократно переписанная Потому что ее активно носили крестными ходами Сильно почитали в Аранках Ну, а написана она была в 1629 году По письменным источникам, по крайней мере Сейчас мы эту живопись видим только фрагментарно Потому что там на ней большая запись А ее полновляли в 18-м веке, в 70-х годах Ну и, очевидно, позже Раскрывать ее нет смысла Потому что там, конечно, сохранность авторской живописи не очень хорошая Но вот цветы внизу изображенные Они вполне, так сказать, 17-го века В хон переписан Переписаны вот эти вот квадратные дробнички с именованием иконы Вообще, эта икона замыслялась как точная копия Владимирской иконы из Успенского собора Московского Кремля Это Петр Глитков, владелец как раз этого села Аранки Он там решил основать потом попозже монастырь Значит, она была написана в Москве Московский памятник И, значит, упоминается, что даже авторы Что это Успенского собора протопоп Кондрат Ильин Это такая фигура достаточно заметная Он был происхождением из Балахны И в Балахне там много что с ним тоже связано было Это еще один крупнейший город Нижегородский Расцветший на соледобыче И еще там приписывается кто-то из монахов Ну, в общем, вот этот самый Кондрат Ильин Писалась она как, естественно, список с той самой чудотворной И называли ее все время Владимирской То есть Аранской называем ее мы По ее иконографической детали особой И по ее происхождению из Аранского монастыря Там внизу изображено несколько святых Фронтально обращенных к нам В том числе и святые покровители самого Петра Глиткова И его сыновей Там московские святые Это московские святители Московские блаженные Так что московское происхождение Эта икона, оно как бы очень хорошо Прочитывается Она очень почиталась Но локально Списки с нее безусловно были Но определить их мы часто не можем Если нету дополнительного нижнего ряда Потому что ее называли Владимирской Не Аранской А именно Владимирской Аранской, повторяю, это мы сейчас ее называем И вот на новом слое живописи На чудотворной иконе Там как раз написано Владимирская Аранская То есть для того, чтобы ее идентифицировать Ну, иконы, списки, которые повторяют вот эту деталь Они встречаются достаточно редко Но тем не менее, они встречаются И у нас на выставке представлена икона Недавно раскрытая Недавно приобретенная Собранием икон при фонде Андрея Первозванного На которой стоят две даты Очевидно, ее писали в конце одного года Дописывали в начале другого 1799 и 1800 Вот действительно, там две надписи Где как раз это Обе эти даты упоминаются И там у нас в нижнем ряду Как раз последовательность этих святых нарушена Там у нас немножко другие святые И вклинивается изображение Богоматери всех скорбящих радость Надо сказать, что это была очень почитаемая икона В Спасопреображенском соборе В Нижнем Новгороде И как раз ее пик прославления Приходится где-то на середину 18 века Поэтому не случайно, что Здесь ее включили в состав святых Там, где должны быть святые У нас икона всех скорбящих радостей Но об этом мы еще тоже поговорим Икона написана на рубеже веков 18-19-го Как раз очень хорошо отражает стилистику этого времени Она на таком золотом фоне В светлом таком колорите Как бы такое присутствие стиля классицизма Уже ощущается Но личное написано еще в таких живоподобных традициях Она очень такой объемная Но помимо этих икон Была еще одна икона Которую предание связывает Ну просто совсем с глубокой древностью И опять же с Дионисием Суздальским Это икона Богоматери Печерской Или Печорской Как здесь в Нижнем Новгороде принято говорить Вот Печорская икона У нее очень такая сложная, интересная судьба Сейчас мы находимся рядом с ее списком Огромным списком На который перешло почитание чудотворного образа Чудотворный образ не сохранился Он был гораздо меньше по размерам Немножко другой по композиции Ну ее связывают Опять-таки предание С Дионисием Суздальским Что поскольку Дионисий был выходцем из Киева То он принес список Печерской иконы тамошней И она была у него в монастыре Но на самом деле Скорее всего История ее начинается позднее Мы предполагаем Что это произошло Ее создание не раньше 16 века Потому что не этой конкретной иконы Той чудотворной Поскольку О ней ведь очень долгое время Никто не знал Она находилась в Свенском монастыре Под Брянском И опять-таки приносит Такую икону При Иване Грозном В 16 веке Из Свенского монастыря в Москву И она несколько лет в Москве живет С нее делают список Который сейчас хранится в музеях Кремля И затем ее с почестями провожают на место Вот этот список появился Он естественно сделан был В стилистике 16 века Он сохранился И с него очевидно был сделан Список и для Нижнего Новгорода Во всяком случае Правда совсем уже В 17 веке только задокументированное Есть свидетельство о том Что эта икона существует В Печорском монастыре Но есть просто косвенные Очень непреложные факты Которые нам говорят Что скорее всего Она именно 16 века Значит В конце 16 века В 97 году Произошло обрушение Вот того берега Высокого Монастырь был разрушен Печорский Монахи спаслись И свое спасение Они приписывали молитвам Богородицы Именно этой иконе То есть она уже была И затем она была перенесена В монастырь Устроенный на одном месте Он ближе гораздо теперь К Нижнему Новгороду Чем был раньше Сейчас это уже практически Старый город С нее очевидно Начинают писать списки Уже в первой половине 17 века Вот у нас на выставке Представлен такой список Небольшая икона Наверняка вам тоже Такие попадались Это из собрания Церковно-археологического кабинета Есть и другая Которая происходит Из Балахны Она вставлена В более позднюю Написанную для нее раму Чем отличаются эти списки Вы никогда не замечали Чем они отличаются От подлинной Сменской Ну Матарии Это нет Это пока мы Об этой даже не говорим Понятно С зеркальным расположением Антония Феодосия Относительно оригинала Вот эти списки Тут Антоний Тут Феодосий А на подлиннике Наоборот Феодосия Антоний И очевидно Вот это была особенность Нижегородской иконы С нее делали вот эти списки Как такие вот Раздаточные иконы Монастырь Печерский Переживал свой расцвет Он в камне Отстраивается В первой половине 17 века Вот Так что Печерская икона Она С нее начинают писать списки Тоже в середине века Был сделан список для Балахны Где Печерская икона Вот этот список Тоже почиталась Как чудотворная А вот что касается Этой иконы Тут история очень интересная Значит Эта икона Сначала я это поняла По литературе 19 века А потом В общем выяснила Что у нее происхождение Оттуда по инвентарным книгам Музея заповедника Она происходит Из Архангельского собора Московского Кремля Не Московского Кремля Нижегородского Кремля Нижегородского Кремля Да Она стояла там И она как раз описывается Она наверное целиком Весь собор занимала Нет Нет Она просто По-моему там на западной стене была И в пару К ней там еще другая икона стояла Это вот такой большой формат Очень характерный Для уже 17 столетия Значит Что здесь мы видим В отличие от Изначального Образа Где только Богоматий с младенцем И Антонией Феодосией Печерски Здесь у нас Иоанн Златоуст Иаков брат Господень Наверху А внизу Нижегородские чудотворцы Макарий Унжинский Да Макарий Унжинский А здесь преподобный Сергий Ну Сергий же тоже Он почитается в Нижнем Новгороде Безусловно Вот То есть у нас здесь Вот такая вот Интересная история Получается Значит Что это за икона Ну судя по тому Что Какого она времени Ну сейчас вот Когда ее Ну не понавляли Когда ее укрепляли Она ведь в аварийном состоянии Ее видите Не раскрывали Только сделали пробные Тихо-тихо Делали пробные Расчистки Я просто зрителям показываю Что вот Да-да-да Вот пробные расчистки Там уже что-то вообще Там Бурили Там Левкас снимали И там под Левкасом еще Там что-то другое Да Тут непонятно что В общем короче говоря 16 века здесь Вот живописи нет Мы видим только 17 век Вот в этих окошечках Этот типичный 17 век Вот именно Где-то 30-е годы Ну когда построен был Архангельский собор Ее тогда и написали Ну собственно говоря Ведь Макария Унжинского Здесь не могли изобразить До его канонизации Если уж быть Не известно что там написано Под этим слоем Или известно Ну мы знаем только Что эта икона Присходит из Архангельского собора И всегда там находилась Вот эта живопись 19 века Даже художника знаем Это Салабанов Поновлял ее Художник-то очень хорошо Написал То есть убирать Смывать этот слой Для того чтобы докатать Ну никакого смысла нет Если еще учитывать Ее состояние Сохранности авторского грунта Здесь все очень-очень сложно Конечно трогать ее нельзя Вот так что Эта икона Она как бы такая Увеличенная реплика С дополнительными святыми Ну вот сейчас на нее Перешло Почитание С той древней Исчезнувшей иконы А вот как она выглядела Мы увидим По иконе Симонова Шакова Сейчас будем смотреть? Ну как хотите Мы можем посмотреть И сейчас Можем посмотреть И потом Давайте Нет Лучше Давайте Мы будем говорить О Макарьеве В Желтоводском монастыре Тогда и поговорим Об этом Потому что там действительно Иконы встретились После 150 лет разлуки Вот Значит И естественно Что Печерская икона Она стала Таким вот Главным Главным Так сказать Паломническим Магнитом И С нее кстати Были другие списки Они находились там Носили по городу В часовне было И Это С этой иконы Конечно делали Раздаточные списки Для паломников И у нас Представлен на выставке Один такой список Который был подарен Витте Когда он посетил Здесь выставку И для нижегородцев Это очень важный предмет Такой мемориальный Икона А Сергей Юрьевич Какое-то отношение к ним Сергей Юрьевич Ну он приезжал сюда Просто как же Дорожные деятели Да Да Он приезжал на Макарьевскую выставку Наверное на выставку Да И посетил Печерский монастырь И ему было Властями Печерского монастыря Как написано На обороте Была эта икона Вручена Давайте к ней Подойдем Посмотрим Вот Это маленькая икона Понятно Что она написана В соседних Владимирских землях В иконописных селах Очевидно В Палихе И такие иконы Предназначались Для паломников И естественно Для подарков Почетным гостям И на обороте Этой иконы Идет большая Большая надпись Где говорится О посещении Сергеем Юрьевичем Этого монастыря И о вручении Ему Этой иконы 96-й год Он уже министр финансов Да 96-й год Он министр финансов Всегда приятно Посмотреть На иконы С истории Иконы Которые принадлежали Выдающимся Или великим Деятелям Нашей истории Да Она буквально В последний момент Вошла Кстати В состав Выставки Я про нее Узнала Ну Один из Коллекционеров Он сказал Что вот Еще вот такая Вот икона Есть Ну это конечно Великолепно Да Она принадлежала Не ему А другому Человеку Ну вот Уговорили Этого другого Человека Он кстати Так сказать Легко согласился И Эта икона У нас Представлена На выставке Как такой Мемориальный Предмет Связанный Свечорским Монастырем Потому что Вот история И привязка Именно К этому месту Она конечно Очень важна Ну Если говорить Дальше О чудотворных Иконах То конечно Здесь Много Было Всего Интересного Что соответствовало Как бы Такой логике Прославления Богородичных Икон Вообще В 17 18 Веке Конечно Преобладают Богородичные Иконы Как и везде И среди них Были конечно И Богоматерь Иверская Почиталась Икона Написанная Симоном Ушаковым Находившаяся В Спасо-Преображенском Соборе Была Икона Богоматери Троирумчицы Списки с нее Тоже были Ну это как бы Никоновские Такие Иконографии Которые пришли Во второй половине 17 века Ну Чтилась еще Икона И живоносный Источник Она была Написана В 1702 Году И от нее Излечился Митрополит Вот тогда Кафедра была Митрополичья Она Попозже уже При Петериме Стала архиепископская Она учреждалась В 17 веке Именно Как митрополичья А потом Она как бы Статус понизился Потому что Митрополита Перевели в другое место И он Эту как бы Митрополию За собой Убил В Смоленск И здесь Следующий Владыка А это был Петерим Тот Который Гоните Старообрядцев Он Значит Уже был Просто архиепископом Да И Значит Так вот Митрополит Исцелился От Воды Источника Который Бил Под Кремлем И Там была Поставлена Церковь В точности Как Так сказать Положено В лучших Константинопольских Традициях И Была Икона Которая Тоже Очень Почиталась Но поскольку Она была Написана В 1702 Году Она Не Сохранилась То У нас На выставке Ее Представляет Икона Кирилла Уланова Написанная В 1703 Году То есть Скорее всего Она так И выглядела Ведь Икон Живоносного Источника Было Совсем Немного Вот В отличие От Скажем Иконографии Всех Скорбящих Радостей Которая Просто Массово Репродуцировалась В самых Разных Вариантах Начиная С рубежа 17-18 Веков Живоносный Источник Тоже Как бы Введенная Никоном Она В календаре Обязаны Были иметь Иконы Этого Праздника Она ведь Такого Широкого Распространения Не получила Как всех Скорбящих Радости И Поэтому Вот эти Посвящения Живоносному Источнику Они такие Достаточно Эксклюзивные И вот Со временем Там появилась Вторая Икона На которую Перешло Тоже Почитание Там был Реальный Источник В самом Храме Мы посмотрим Сейчас Да конечно Посмотрим Но это Избронец Происходящая Икона Почему мы Выбрали Кирилла Уланова Потому что Как известно Кирилл Уланов Был потом Связан С Нижегородскими Землями И написал Здесь В Нижнем Новгороде Ни одну Свою икону Ну вот Икона Кирилла Уланова Который В дальнейшем Был тесно Связан С Нижегородской Землей Она происходит Конечно Из другого места Из подмосковных Бронец Но ее Разделяет Разница В один год С той иконой Мы не знаем Кто писал Тую икону Но судя по редкости Этой иконографии В ту пору Это скорее всего Все-таки был Мастер оружейной палаты Подобный Кириллу Уланову И здесь мы видим Изображение Чудотворного источника В котором Изображена Сидящая С младенцем На руках Богоматерь Дело происходит В храме Который был построен Над этим источником И рядом Мы видим Страждущих Которые черпают воду Сказание Об этой иконе Было составлено Византийским историком Никифором Калистом Во второй половине 14 века Тогда же Позникает Иконография Которая доходит Прекрасной До Руси Первое изображение У нас находилось В церкви Успения На Волотовом поле В Новгороде И потом Эпизодически Эта иконография У нас Сплывала На поверхность Там скажем Есть в росписях Благовещенского собора Соль в Очегодске Ну в таком Базовом варианте То есть изображение Богоматери в чаше Из которой Истекает вода А вот в таком Развернутом варианте Она приходит Только в Никоновское время Когда Вводится этот праздник Празднование Живоносного источника В месяце слов И когда уже На греческой почве Иконография Была более развита И детализирована Вот это мы здесь видим Очевидно Такой же была и Икона В церкви Живоносного источника Ну и Что касается Икон Других изводов Ну скажем Всех скорбящих радостей Я говорила об этом Что она была В Спасском соборе Она была большая Очень крупного формата Это икона из Балахны Мы не знаем Какого была извода Икона в соборе Ее изображение Не сохранилось Совершенно Не речаешь Какой-то извод Скорбящих радостей Нет, почему Значит Это Мы знаем Что ведь Иконография Богоматери Всех скорбящих радостей Она у нас не получила Окончательно сложившегося варианта В ее основе Лежат В ее основе Лежат Несколько западноевропейских типов И изначально Она была Собственно говоря История ее Такая была Что никто Не может сказать Где же чудотворная икона Уехала в Петербург Или осталась на Ордынке Потому что они разные По иконографическому типу И вот эти гравюры Давали потом пищу Для художников Они конца 17 века И там Богоматери Изображена по-разному Везде Страждущие внизу А Богоматери С молодецом Изображена по-разному Или вообще безмладенца Да, это типами за рекорд И вот в таком сложном развороте Там в основе Лежат очень широкий круг Этих графических изображений Западных Разных графических типов И очень много из них Было реализовано В русских иконах В начале 18 века Как выглядела У всех скорбящих радость Которая находилась В Спасопреображенском соборе Потом ей Специально для нее Ну ее посвящение Был поставлен рядом Теплый храм Потом опять ее перенесли Спасопреображенский собор Там такая сложная жизнь была Но какие с нее списки Точно подтверждающие Что она выглядела Именно так Мы не знаем И вот эта икона Она из Балахме Очевидно тоже там почиталась Во всех скорбящих радости Ну и Вот мы сидим с вами На фоне Настоящей чудотворной иконы Это да Это именно та самая икона Которая прославилась В 50-х годах 17 века Это очень редкий Для чудотворных икон Извод Похвала Богоматери Византийская иконография Достаточно старая Которая тоже В 17 веке Получила распространение Значит Здесь мы видим Изображение Богоматери Над ней Христос Их объединяет Вот такая вот Лоза переплетающаяся Восьмерка Такой как бы Древо жизни А по сторонам Пророки Которые держат в руках Прообразовательные символы Ну это Иконография Там с 14 века У нас известна Ее, так сказать И в монументальной живописи Можно встретить И в иконах Это икона Настоящая Нижегородская Вот о Нижегородской иконописи Мы еще поговорим В свое время Вот здесь характерный Такой Нижегородский колорит Охристые такие Все оттенки Все оттенки окр Какие только можно Значит Эта икона Находилась В похвалинском храме Ну похвалы в Городице У нас говорят Похвальском Здесь называют Похвалинская Вот И это была Эпидемия чумы 50-х годов Когда По ведению Одной Женщине Значит Был проведен Крестный ход С двумя иконами Богоматери Адди Гитри Там Из Из Георгиевской церкви И еще Из какого-то храма И Похвалы Богоматери Из похвалинской церкви И вот Благодаря этому Крестному ходу Как Полагали Участники его Прекратился мор То есть После этого Эта икона Стала очень почитаться Это настоящая Подлинная икона Когда возобновлялся Храм Похвалинский То сделали купю А эта икона Остается в художественном музее Но вот это Она и есть Подлинная Чудоторная икона Которая помогла Жителям Нижнего Новгорода В эпидемию чумы Пятидесятых годов Семнадцатого века То есть Это вот Редкий случай У нас тут Две подлинные иконы Относительно других Можно только догадываться Вот Ну и здесь у нас Как вы видите Казанская икона Давайте к ней подойдем Шаклопа Конечно Видно Видно Один из шедевров Казанская икона Вообще Одна из самых популярных На Руси Огромное количество списков Особенно в семнадцатом веке Везде почиталась Ну как выясняется Она же Почему такое было Широкое почитание Был достаточно прагматичный смысл Вот Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова Она Провела такую вот Исследовательскую работу Оказывается Казанская икона Помогала при глазных болезнях Ну да А В Древней Руси Да в общем-то уже и В новое время Глазных болезней в народе Было очень много Которые сейчас лечатся очень легко А тогда они могли привести к слепоте И Поэтому Казанская То есть Ирина Леонидовна Она статистику провела Там чуть не каждый десятый Имел глазные болезни Поэтому Казанская Вот она была Заступница И помощница Именно при глазных болезнях Отсюда вот Такое Такое Массовое ее почитание Во многом Обусловлено этим Чисто прагматическим моментом Ну а в Нижнем Новгороде Вы сами понимаете Это была другая история Ведь икона Казанская Находилась в войсках Дмитрия Михайловича Пожарского То есть Здесь были свои Исторические ассоциации Поэтому Казанские иконы здесь были Вот почему у нас здесь Симон Ушаков Почему мы эту икону Здесь выделяем Дело в том Что одна из чтимых Казанских икон Почиталась В Вознесенском храме Села Павлова Павлова-на-Оке Павлова-на-Оке Принадлежала Боярам Черкасским Оттуда родом Никита Павловец И в храмах Черкасских Было довольно много Икон Симона Ушакова И среди них Была вот эта Казанская Которая там Очень почиталась То есть местно чтимая Икона Богоматери Казанской Ну у нас есть точный аналог Той иконе Она естественно не сохранилась И она кстати была Достаточно раннего периода Та икона Которая находилась в Павлове И эта икона Она из частного собрания Она раньше была В собрании Алексеева Набокова Она после долгого перерыва Выставлялась в 15-м году В Третьяковке На выставке Тогда же она продавалась А сейчас она в музее Казанской иконы А да Сейчас видимо Валерий Юрьевич ее выкопил Да Вот так что Эта икона Показывает нам Чудотворную Павловскую Казанскую икону Это самый ближайший Аналог ей И сохранившейся иконе Кто знает Может это она и есть Вот Никто же точно сказать не может А вот тут мы видим Тоже довольно редкий Пример Когда Беседная Как чудотворная Почитается беседная Вот попробуйте их найти Ну да Причем она ведь Почиталась официально Как тихвинская Только краеведы 19 века Описали Ее иконографию Что там изображено на ней Как Богоматерь и святитель Николай Обеседуют С Пономарем Георгием Юрышем И Эта икона Находилась в селе Епифаново Горбатовского уезда Эта икона Она старобреческая Она происходит из городца Но тем не менее Мы эту иконографию Здесь обозначили То что в Нижнем Новгороде Была такая Почитаемая икона Таких редкостей Здесь было Довольно таки Изрядно Мы еще одной коснемся Ну Далее мы видим с вами Федоровскую икону Это такая Классическая Костромская 18 века икона Она даже датированная У нас 63 год Значит Федоровская икона Она имеет Особую историю Тоже для Нижегородских земель А именно Для городца Потому что Как мы знаем Вот в этой истории Сказаний О Федоровской иконе Составленном В 17 веке Фигурирует Город-городец Что икона Находилась В Федоровском монастыре В городце Мифическом Федоровском монастыре Он на самом деле В 1700 году Был основан только И сам Федор Стратилат Взял эту икону Из своего монастыря Принес ее В Кострому Прошелся по улицам города И костромичи его видели В этот момент Вот это Из нашего музея Спилок С иконы Несколько у нас таких Рама была С сказанием О Федоровской иконе И затем Ее обрели на древе Князь Василий Квашня Такой легендарный князь Такой личности не существовало Там контоминация Двух князей произошла И Потом Жители городца Когда приехали в Кострому В этой новообретенной Явленной иконе Увидели свою икону Сказали О да это наша То есть Вот такая вот Интересная связь Появилась между Костромой и городцом И поэтому Когда при патриархе Адриане Основывали Как бы Воссоздавали Федоровский монастырь В городце То Там естественно Была Появилась Своя федоровская икона Ну какая она была Она же была списком С Федоровской Сделана безусловно В Костроме Потому что Именно Кострома была Центром создания этих икон Вообще Иконография конечно Очень интересная Ведь предполагается Что Владимирская была Точно такая Да Да Конечно что От Владимирской Сохранился только Лик Ее переписывали В 15 веке Вот в чем дело Да в 14 Там куча всего Там если посмотреть Ее карту Там много всего Произошло с ней И первоначально Она была вот такая Вот такая Владимирская Вот такой Да И что Федоровская икона Костромская Она повторяла Владимирскую До ее Так сказать Вот этих Пановлений Как интересно И изменения Иконографии А ей развернули Пяточку Они похожи Вот этим Вот и все Да То есть Она Владимирская Первоначально Была такая То есть Федоровская икона Она это сохраняет И эта иконография Она Ну как бы Вот пропадает Да На долгое время Это был Выносной Двусторонний образ Ну списки естественно Повторяют Очень редко Когда двусторонние Списки бывают В основном Только лицевая сторона И она там Себе спокойно Находилась В Федоровском Кафедральном соборе В Костроме До начала 17 века До того Когда ее Да Когда благословение Да Значит взяли Древнюю икону Ну и благословили Но на самом деле Эта иконография Иногда у нас Появляется Очень редко Вот в Вологде Есть огромная Икона этого извода То есть Кто-то про нее Знал И знал Что она Федоровская Из Федоровского Собора Пока еще не было Этого сказания То есть В 16 веке У нас образцы Федоровской Есть А когда записали Владимирскую Владимирскую Написали В Константинополе Записали Записали Ну 14-15 века Там много чего Происходило То есть Вот то что мы видим Вот в Владимирской Это 14 век Это измененная Иконография Измененная Иконография Это измененная Иконография В древности Владимирская Была такая Она просто пропала Вот эта вот Да Ну то есть Вот эта вот часть Но в 16 веке Да Вот эта часть Но потом и Федоровская Обросла тоже Какими-то деталями Дополнительными Хотя она же раскрыта Древняя Там все видно на ней Вот этот вырез У нее тоже там есть Но она Возможно Это индивидуальная Особенность Именно Федоровская Но ножка была У младенца Вот такая Вот открытая Считается Что Владимирская Была именно такой Ну это как бы Немножко К нам не относится История Это более Костромская история И в данном случае Для нас что важно Что в Городецком Федоровском монастыре Естественно Когда он был основан В 1700 году Появился список С Костромской иконы Вот такого типа Потому что она уже была Под записями Под записями Гурия Никитина Ее понабляли Четыре раза целых И они все Описаны в литературе Да Я просто представляю себе Что для того Чтобы докопаться До древней жизни Нужно смыть Гурия Никитина Ну вот просто Ну понимаете Какая штука Там все Сильно спинзовывалось Последнее понабление Там было Василия Никитина Вощина А это 40-е годы 18 века Так он там Хорошенечко прошелся Хвощом А то может быть Чем и посильнее Каким-нибудь Абразивчиком Прошелся То есть там Древняя живопись Она ведь в таком Очень сложном состоянии На Федоровской Ну ее раскрыли Вот когда Горбаревская экспедиция Была По реставрации Древних икон Старых русских городах Не миновала Она и Кострому И там ее почистили Вот Она не миновала И Нижний Новгород Из Благовещенского собора Увезли Складень Богоматерь Корсунская Которая тоже считалась Очень древней Она у нас Икона Список с нее Дикаревский Была как-то На выставке В музее Из собрания Тарноградского Святые образы Была у нас Такая выставка И сейчас мы ее Не смогли найти На выставку Это Корсунская Ну умиление Просто огрудная Такая вот Как более поздняя Как в 17 веке Такая С таким вот Пальчиком Загнутым Богоматерь Нет Это такой Более классичный Вариант И с двумя Створочками С изображением Архангела Гавриила И Иоанна Предтечья Вот мы ее Не смогли найти На выставку Это вот один Из трех предметов Который я не смогла На эту выставку Получить А так бы все Сложилось Совсем Полностью Вот И она Была как раз Изъята Ее реставрировали В 18 году Что ли И был даже Доклад прочитан Горбарем О том Что это Никакой там Не 10 век Просто на ней Там надпись была Что она чуть ли не Из Константинополя Там какой-то Мастер упомянут Ну это естественно Подделка была Надпись А внутри Находилась Прекрасная Живопись 16 века А судя по иконографии Судя по тому Как Дикарев Это воспроизвел Абсолютно точно Манеру 16 века Зеленой фоны Такое грозненское время Скорее всего Это был вклад Благовещенский монастырь Ивана Грозного Почему? Потому что Иоанн Претич Его покровитель Архангел Гавриил Очень почитаемый Его отцом Святой его отца Вот И это же Архангел Гавриил Это день Его почитания Следующий После Благовещения То есть Это очень такой Хороший был подарок Вписывающийся Как бы вот Тематически Абсолютно То есть Скорее всего Подлинник был Грозненского времени Ну и Собственно говоря И говорили о том Что эта Корсунская Она и есть 16 века Вот где она Прекрасный список Только Ну она известна По литографии Которая в книжке Была посвященная Благовещенскому монастырю В 19 веке Такая вот Бесцветная Был сделан С нее список Для императрицы Марии Федоровны Еще в 19 веке И вот В начале 20-го Был сделан список Дикарева Который жив Который Хотелось бы понять Где он сейчас находится Вот Так что Это вот такая Тоже очень любопытная История Ну вот Сейчас мы находимся С вами перед Мирным списком С чудотворной Новгородской иконой Богоматери знамени Такой палладиум Новгорода Новгородский это Великое Да Новгород великий Новгородская икона Значит Это Аналог Опять-таки Пропавшей иконы Из Мироносицкой Знаменской церкви Церковь была Двухуровневая Она до сих пор есть Значит Там один престол Посвящен Богоматери знамени Другой Мироносицем В 17 веке В камне Уже была отстроена Когда в очередной раз Значит Там была Чтимая икона Богоматери знамения Которая была Петровского времени Что значит Знамение Петровского времени Мы уже можем Точно сказать Как она выглядела Выглядела она Приблизительно так Если были Какие-то вариации То очень небольшие Это икона Написанная Мастером Никитой Левитовым Мастер Новгородского Архиерейского дома Новгородский Митрополит Где у нас Проживал тогда При Петре В Петербурге Был дом Архиерейский Как бы Вынесен В Петербург И Петербургские храмы Их как бы Наполняли Чтимыми реликвиями Связанными С Новгородской землей Потому что Петербург Считал себя Ну Считался как преемник И продолжатель Именно Александр Невский Опять же Да 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 Вот И Многочисленные списки Были Никола Дворищенского Ну не такие уж многочисленные Но были Но больше всего Была икона Богоматери Знамени Как самой главной святыни Древней святыни Новгорода И Писали вот Как раз эти Архиерейские мастера Даже некоторых по именам знаем Вот как в данном случае И они точно повторяли Чудотворную икону Опять-таки Только ее лицевую сторону Без оборота Без Айкима и Анны И обязательно Вот эти четверо святых На полях Которые появились На чудотворном образе В шестнадцатом веке И обязательно Следование манере Шестнадцатого века Вот она такая темноликая Как бы повторяющая Образец шестнадцатого века Она повторяла икону После ее поновления В шестнадцатом веке То есть передачи стиля Так же как вот и в Федоровских Вот эта передача стилистики После очередного поновления Так и здесь Художник Он ориентируется на то Что он видит реально Не на ту древнюю живопись Которые для него Просто уже не существуют Недоступны Да и недоступны Вот такая вот и была икона Там кстати была еще Потом другая Другое знамение Попозже Но в общем это вот Не забывали Именно эту икону Очень почитали Именно в этой знаменской церкви И еще одна чудесная история Чрезвычайно редкая То есть это единственный случай Почитания иконы Богоматери Соболевской Вот мы ее видим Здесь часто спрашивают А почему вы называете ее Соболевской И у нее тут наверху написано Что она святогорская Ну во-первых это надпись 20 века Вот и она Так сказать видно Что она находится На слое записи В принципе можно даже Посоветовать владельцу Эту надпись убрать Дабы Она из частного собрания Дабы не вводить В соблазни Значит что такое Богоматерь Соболевская А вот это продукт Такого иконографического И литературного творчества Начала 18 века Когда собственно Таких продуктов было очень много Когда они лавиной Ну как вы знаете Я очень долго занималась Иконографией собора Богоматери Вышла книжка По солнцу присветлому То есть там где рассматривается И текст вот этого Одного из первых сборников Он не самый первый Но один из первых Сборник Маховикова Так называемый Сборник кратких сказаний О богорочных иконах Всего христианского мира Составленный в 10-х годах 18 века Первый такой Ну как бы опыты Такой кодификации Энциклопедических кодексов Сказаний о богорочных иконах Вот русскому человеку Это захотелось Это сделать Глядя там на книжку Небо новое Аникия Галитовского Захотелось Ну тоже У меня нет вашей книги Ну она недавно вышла Там Надо купить Да Ну там не только я Но у меня там Очень большой очерк Вот Значит И там Вот повести Самые разные Источники берутся Литературные Потом этот сборник Маховикова Он интересен тем Что он иллюстрирован Гравюрами Григория Тепчегорского Маленькими Ну понятно И вот эти гравюры Тоже там много фантазии Но которая Дала эта фантазия Начало Иконографическим типам Там из этих гравюр Наверное 50 икон Не разрезные гравюры Они легли в основу Вот этих больших икон Которые в храмах находятся Да Соборы И у нас была на выставке Оружейной палаты Ну первая известная икона Да-да-да Собора Это тот собор Богорочных икон Да Там по 200 штук Она 1722 года Так вот У Тепчегорского Гравюра нет У В сборнике Махалякова Сказание о Соболевской Есть Но без гравюра На иконе 22 года 18 века Которая Оружейной палаты Есть Соболевская И выглядит она Именно так И вот Это изображение Вероятно была Гравюра Тепчегорского Но они же не все сохранились То есть Вот оно Соболевская А что в сказании Говорится В сказании Говорится просто полная ерунда Какой очень много Среди этих сказаний Где Составитель основывается Не на каких-то Таких авторитетных источниках А вот на чем попало И вот значит Соболево Там говорится У деревни Соболево В белорусских землях Рядом с Киевом Ну то есть Сразу можно Уже Делить все на 20 Если не на 100 Дальнейшую информацию Которую дает этот автор Потом говорят Что да Вот была такая вот икона Но собственно говоря Этим ограничивается Больше о ней ничего Не говорится От Соболева Что за Соболева Непонятно Самое интересное Что близкие Вот действительно Есть село Соболева И там Ее Эту икону Заново придумали Никаких свидетельств От того Что там почиталась Какая-то икона Нет То есть Это вот какая-то Ошибка Ну что-то вот такое Произошло Желание поскорее Вот создать Впечатление Огромного количества Икон Вот и тут И там И там И все они разные Привело К очень серьезным ошибкам Но эта ошибка Она породила Очень интересную Линию иконографическую Таких икон Очень мало Я их знаю Только вот Единичные примеры Это вторая по хронологии Она датированная 39-й год Там на книжечке Как ее только не называли Эту иконографию Но вот точно Ее возможность Установить Дала та самая икона Вот каким образом Друг Соболевская Здесь А прославилась Эта икона Не в Нижнем Новгороде А в селе Пеля Хованская Пеля Хованская Продвижала Естественно Князьям Хованским И Они собственно И были владельцем Этой иконы Понятно Что подобные вещи Писались в Москве В оружейной палате Или потомками Мастеров оружейной палаты В соответствующих традициях И писались На аристократического Заказчика И вот такая иконка Была У Хованских Правда там Описывается Что она была на холсте Но очень часто На холсте Называют икону На паблоке Наклеенную на доску Так что Этому можно Особо не доверять Скорее всего Она была просто Обычная икона На дереве И Эта икона Находилась там В храме Они ее вложили туда Хованские То есть Ну сейчас ее нет Сейчас ее нет Но вот как она выглядела Мы совершенно точно Можем сказать И можем говорить о том Что это уникальный случай Почитания Богоматери Соболевской И именно В Нижегородском храме Икона Достаточно синтетическая Да Но она интересна тем Что здесь Богоматерь Листает страницы книги То что Да и младенчик Видите в какой прозрачной Рубашечке одет Значит она листает Страницы книги Это один из таких Вот вариантов Изображения Богоматери В североевропейской Живописи Встречается Но вот точного образца Вот именно Этой иконографии Найти пока не удалось Среди гравюр Которыми Мы можем пользоваться Но ведь не все Гравюры доходят Не все Бывают очень редкие Оттиски западных гравюр Какие-то были Многотиражные Какие-то маленьким тиражом Удивительно Всплывает где-то В России Было когда-то Всплыло в России И дало Так сказать Последствия В виде Иконографии А другой оттиск Вот единственный На сегодняшний день Сохранившийся Находится где-нибудь В Британском музее И все То есть понимаете Какие вещи Происходят А при этом материал Вот эта цепочка Гравюрная Она просто пропадает Из-за хрупкости Этого материала Ну и в 18 веке Прославилась еще одна икона В Нижнем Новгороде Это Богоматерь Шуйская-Смоленская В Павлове В Павлове Которая была написана Старобряческим мастером Но об этом мы поговорим Уже в передаче Посвященной Старобряцам Старобряческим художественным центром Карту же я увидел Да Это она Вот Это один из признаков Вот это вот Ухра по золотам Не только Кстати В Павлове встречается Но у них Они видно Это в холу и подхватили Ну Естественно Что не только Богородичные иконы Почитались В Нижегородских землях Хотя конечно Самое Самое Это Среди богородичных икон Ну первое место Конечно занимают Иконы богородичные Среди чудотворных икон Только богородичные Но были и другие Были Чтимые изображения Анна Предтечи Естественно Николы Можайского Но прежде всего Это 1580 года Резной образ В Арзамасе Главная святыня Арзамаса Конца 16 века Резной образ Николы Можайского И эти изображения Скульптурные Они тоже Так сказать Почитались Более позднего времени В Нижегородских храмах Поскольку они Не сохранились Или утратили Свою биографию Мы их часто Не можем Идентифицировать И в описаниях Чтимых изображений Николы Можайского В литературе 19 века Часто не указывается Живописное ли это Изображение Или резное Поэтому мы знаем Что должны были быть И резные Чтимые изображения И иконы Но в любом случае Эта иконография Важная для Нижегородских земель Это Николы Можайский И вот еще Это уже Такие редкие примеры Вот скажем Здесь у нас Небольшая икона Святителя Филиппа Митрополита Московского Ну мы знаем Он был прославлен Патриархом Никоном Который перевез его мощи Соловков в Москву Ну подготовка к этому шла Уже как бы его изображали Там скажем В росписях Церкви резоположения В Кремле он изображен Хотя еще до официальной Канонизации Дело происходило Но тем не менее Когда он был канонизирован То в Москве Довольно много писалось Икон Изображавших этого святого И вот у нас Представлена подобная икона Она как аналог Утраченной чудотворной Иконе Митрополита Филиппа Которая хранилась В храме Федора Стартилата Под колокольней Спасо-Преображенского Собора В Кремле Поскольку там служба Бывала очень редко Эту икону мало кто видел Но вот было видение Некой девицы Кажется ее Евдокии звали Из Балахны Вот что она там Чудотворной иконой И вот эту икону нашли И это редкий случай Когда именно Митрополит Филипп Образ митрополита Филиппа Был прославлен События происходили Где-то на рубеже 17-18 века То есть понятно Что та икона Была пятничная икона Создававшаяся в Москве Вот Потом она была Уже в новом соборе В нижнем храме Где была усыпальница Ну а сейчас Нынешнее ее местонахождение Неизвестно Но она была Приблизительно такая Вот Теперь что касается Нижней иконы Во-первых Она сама происходит Из нижегородских земель Из села Мартынова Кавернинского района И это редкий сюжет Положение Ризы Христовой В Успенском соборе Московского Кремля Дело в том Что Частица Ризы Господней Находилась В селе Кемар Нижегородском И Кемары Село Кемары Значит И вот Там Как она туда попала Там Достаточно сложно Установить Но По-видимому Это было связано С Милославскими Родственниками Марии Ильиничной Милославской Которые Владели Селом Кемары Потом Правда Эта реликвия Перешла Уже При следующих Владельцах Она отошла По наследованию Другой фамилии Но Вероятно Реликвия Там оставалась И попала Этой Святыня В храм Вообще Частица Ризы Господней Это Ну Довольно редкая Реликвия Потому что Когда ее Привезли в Москву Да В 20-х годах 17-го века От Хана Аббаса Из Персии Ее же Очень берегли Вот ее положили На престол В ковчежец Вот такой Сенью В Успенском Соборе Московского Кремля И От нее Только по Очень важным Случаем Отрезали частицы Вот мы знаем Что у Скрипинах Была такая частица Она в храме Ильи Пророка В Ярославле Находилась На нее Сделали особый Резоположенский предел Тоже он Как в Сень Такая вот Шатровый храм Были такие частицы В Ипатевском монастыре Потому что Он играл важную роль В истории Нового царского дома Романовых То есть эти частицы Отрезали Потом правда Категорически Это было запрещено Но Какое-то время Это было возможно У меня в кресте Есть мощевики В серебряном Частицы царь В 18 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 Но реликвия Возможно Была отделена Раньше Так что Эта икона Нам напоминает О том Что здесь Вот была частица Этой реликвии В Нижегородских землях У нас здесь Каждая икона Она не просто Подобрана А она На своем месте Как нам было Это отразить Правда Были еще и кресты Вот самый известный крест Он находится В Арзамасе Это вот как раз После Никоновское время Вторая половина 17 века Якобы крест Куплен был На Макаревской ярмарке Там у кого-то На корабле У какого-то купца Это Такое Объемное распятие Которые как раз После Никона Вошли в моду Благодаря работам Белорусских резчиков Это распятие Тоже сохраняется Сейчас в Арзамасе То есть здесь Были и чтимые кресты Много было всего Интересного Большая Это только Так сказать Малая часть Которая посвящена Чудотворным иконам Ну и конечно В новое время Это то о чем мы говорили Это всем радостям Радость Которую писали Ну давайте к этому Подойдем Потому что Это уже иконы Вот Серафима Понятайская И Да Серафима Понятайская И Серафима Дивеевская Серафима Дивеевская Это время Уже расцвета Женских иконописных Мастерских Дивеева И в Понятайвке И естественно У каждого монастыря Там помимо общей Иконографии Связанной с Серафимом Саровским Оба монастыря Связаны с Серафимом Саровским Значит Второй правда Возник позднее Но туда вышли Сестры Из Из Дивеева То есть как бы Вот Там Ну да Внутренние строения были И часть сестер Как раз Многие из них Были иконописицами Они ушли В Понятайвку Ну и В каждом монастыре Были свои сюжеты Как я сказала Богородичные тоже В Дивеевском монастыре Сохраняли икону Принадлежавшую Преподобному Серафиму Всем радостям радость И ее Писали уже Часто и вот В таком виде Как бы в окладе С драгоценными Это вот что такое Это вот прям Серафим Дивеевский монастырь? Да Это Серафим Дивеевский монастырь Это их Иконописная мастерская Просто Вот это-то Не очень характерно Для женских монастырей Ну почему? Нет Это точно совершенно Мастерская И подобные узоры Они разошлись Очень широко Вот эти вот моменты Это как раз то Андрей, послушайте Вот мы стояли Около иконы Написанной В Серафиме Дивеевском монастыре Это же Тинный Серафим Саровский Там тоже есть Орнаменты на полях И здесь они есть Это то, что на самом деле Это же было разработано Все в академических кругах Это же академик Солнцев Задал эти орнаменты Понятно Которые перешли Пешехоновскую мастерскую А из пешехоновской мастерской Они ушли во Владимирщину От Владимирщины Они уже попали Везде, где только писали иконы Но женские монастыри Вот этого региона Они все достаточно Они имеют Одинаковые стилистические приемы Которые мы очень хорошо видим На примере Того же самого казанского монастыря Это делалась икона Знаете, откуда она происходит? Она из Марфо-Мариинской обители Происходит Из Москвы Писали ее В Серафимодиевском монастыре Специально для Марфо-Мариинской обители Хорошо Поэтому ваше рассуждение По поводу рамок Рамки Это уже, так сказать, Общепризнано Рамки есть такие Везде В каких только местах Эти рамки не делали То есть это глубокое заблуждение Что это там Какая-то Владимирская специфика Это не так Оттуда Владимирские иконописные села Много поспособствовали Тому, чтобы эти рамки Стали популярными Именно не пешеходовская мастерская Которая впервые Их вела в оборот А именно Владимирские иконописы Просто в силу своей массовости Завалили Вот этой продукцией И с разными орнаментами И это все очень широко разошлось В монастырях В огромном количестве монастырей Сколько мне попадалось С печатями монастырей на обороте Имелись такие рамки Там, конечно, есть различия Некоторые Потому что по-своему Немножко истолковывали Но, тем не менее Принцип остается единый А здесь очень тщательно Красиво Хорошо сделаны Это был хороший заказ Это для Марфо-Мариинской обители Делали Ну да Это, в общем, высокий уровень Это очень высокий уровень Для Удивейского монастыря Ну вообще, да Нет, на Удивейском монастыре Хорошо писали Там же все-таки Академическое образование Сестры получали Они же учились в Петербурге А вот Серафим Понятайский Существует намного более Интересно, чем это Но, понимаете Это ранний вариант До, так сказать, привесов И вот здесь идет Вот там вот такого полно На Серафим Понятайских Да А это из Балахны у нас икона Она у нас специально вот такая Как бы в чистом виде Ну, это же была икона Специально купленная Для иконописец в Понятайвке В Понятайвском монастыре Купили в Петербурге Икона художника Сорокина Ну, академического письма И вот послушница Клавдия Войлышникова Она как раз сделала с нее список И именно этот список Прославился Вот этим взором Богоматери Вот эта специфика Изображенный Взор, направленный наверх И ранние иконы Которые там создавались Сестрами в Понятайвке Они без вот этого Имитации оклада Да, да, да И здесь идет надпись О том, когда это чудо произошло И тут указан год Точно копию Отворного образа Знамения Крестанодородца Да, прославился Проставившийся 14 мая 1885 года Да, в 1885 году чудо произошло Это не значит, что она написана В 1885 году Уезда Да, да, да Конечно, такие иконы Были очень широко распространены По всему Нижегородскому краю Безусловно Ну, два монастыря А потом же был еще даже Какой-то указ Который Именно Нижегородского владыки Что при устройстве иконостасов Отдавать предпочтение Сестрам Они там делали целые иконостасы Вот именно этих монастырей Ну, как оказалось Там женское иконописание Монастырское Оно не только в этих обителях было И у нас это на выставке Тоже показано В четырех монастырях писали В четырех? Мы продолжим Наши передачи с выставки Большое спасибо Наталье Гнатьевне Давайте сделаем перерыв Ждите нашу следующую передачу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok